Смотри, вот тут у черепа есть косточки, где череп заканчивается, вот в него и упирайся в них ладонью. И как бы ты хочешь разве и череп оторвать, да, вот туда отценишь, но на самом деле делаешь спиралевидное движение, рано-рано обращаешься. Вот это на себя, это в себя, а это вот туда, вот видишь, руку тоже держи так, чтобы было не то, и назад. Ну назад человек аккуратно сам возвращает. Получилось, да? Вот туда сначала. Вот туда, ты сама не вращаешь, я сама вращаюсь. Смотри, движение, вот сюда, вот так, как будто ты вот туда машешь. И спорно. Да нет, ты просто вращаешь головой. Или ты вращаешь? Ну вращай головой. Больно что ли? Да. Больно, смотри, давай попробуем сделать мягкой. А взорвать его. Ты поставил это за... Да, за нервы. И тут можно поправить позвонок, седьмой, если отсюда операция. А, северка. А, северка. Я как его возвращаю? Уперлись. И вот я давлю. Смотрите, чтобы человек не шатался сам, да, я делаю упор своего собственного тела. Либо в грудную клетку упираюсь, либо я вот эту мышцу очень крепко держу. То есть мы практически идем, смотрите, вот эту мышцу, противоположную, мы захватили и тянем ее назад. А шею двигаем туда. Получается вот, да, это уже более глубокие, как бы, знания, когда мы уже апеллируем седьмым позвонком. Мы уже от седьмого, шестого позвонка начинаем эти суставы. немножко как-то отрывать, как бы. Ну да, растягиваем. Да, растягиваем. Да, растягиваем, да. Какие ощущения? Назад видишь, что она сама идет. Какой-то момент. Убираем. У некоторых будут жесткие, а у них мягкие. Это уже элементы нормальной терапии, на самом деле, которые так же можно и на столе делать. Сейчас. Вот смотрите, кружите что ли? Да, вот так. Такая белая поделела. Ты за волосы идет, конечно, не опидаешься. Ну, смотри, не могу. Да, вот я понимаю, да. Не могу. Головы что-то мешают? Да, и кусочки на машине. Ну что, не дарим за волосы. Все будет. Ну да. Ну что, получилось? Да. Да, могу принадлежаться. И вот смотрите. То же самое я делаю себе, когда прям захватываю одну руку. Вот эту мышцу, да. На руку прям так. Плотно. Широко. А сам свою, в другую руку эту голову положу сюда. Так, если я могу помочь в поезде. Да, да, да. Это правильно. Ты упираешься в спинку или ты ногой упираешься? Да, да. Отличное упражнение. Но, как правило, желательно в нем одну или другую класть. Поворачиваться. Ага. То есть, ты еще рукой будешь упираться в вот этот пазогедренный сустав. в котором прохрустишь вот там, где соприкасается хопчик, поясница, ну не хопчик, а хрестцом. Это тоже элемент терапии. А вот смотрите, еще точечные. Как можно помочь себе? Одним движением. Нет, не сюда. Вот смотрите, есть точка вот здесь. Вот с этой мышцей мы проработали, все ее почувствовали, да? Да. Там, где максимально близко она к шее, то есть идет шейная мышца, да? И вот это за них заходит. Вот тут находится точка. Давайте найдем точку. Я вам прям покажу. Ярмак? Да. Нажми вот сюда. Большим пальцем. Больно, больно. Она болевая. Да. Вот. Сюда мы можем нажать, когда, например, мы хотим сразу расслабить весь плечевой пояс. Смотрите, будет немножко больно, но старайтесь через боль расслабиться. Тут идет извлечение через боль. Чтобы было помягче, выберите большой палец. И прямо от его мякоть жмите, чтобы не было очень больно. Жмем вертикально вниз. Вольно, да? Ну, чувствуется, конечно. Вот. И расслабляйтесь. Вот так, секунду 10-15. Держать. Чуть на выдохе расслабили. Расслабили. Расслабили эти мышцы. Вот. Теперь смотрите. Даже если я потрогаю так и пальчиками, ну, полчаса с пальцев есть. Для сравнения. Вот эти мышцы, они стали уже чуть более расслаблены. Вот здесь. А здесь еще не прижимаем. А здесь еще не прижимаем. Да. Ты почувствовал разницу? Правую? Да. Вот. Зажмем ближе вот сюда. Сюда? Да. Вертикально вниз. Получим. Получим. Все, держи, а ты терпи. Все, медленно отпускаем. Угу. Так. И со второй стороны нашли. Угу. 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 Чтобы ускорить процесс, можно долго не разминать, а добавить, например, кулачки. Ну, опять же, он расслабленный. Вы не всем кулаком бьете. Он такой же, как водой может было, помните? Угу. 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 Да. Или вот так, ты показываешь такие вакуумные ладошки, а создается небольшая вакуумная подушечка, да, и получается удар мягче. Со второй он пробивает глубже. Можно, конечно, и ладонью быть открытой, да, но лучше. Угу. Да, вот эта вакуумная. Вот так, да. Мягче и глубже. Ну, когда ты меня спинял, я бы говорил, что у меня с которым он сейчас пробился. Загрелись, ну что я, может похрустим? Да. Скажи, ты же вы, который сломал. Может у меня захотится? Девушка такая осталась. Почему у меня не хрустило такого? У тебя суставная мужика? Ты больше? Да, спасибо. Молодец. Аня, умеешь доверять человеку. Да ничего, нормально, я тоже так холодно, уже разогрелись. Ну, ему страшно? Давай, давай. Хорошо. 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 Да, у меня больно. Хорошо. Не больно? Мне не больно тяжело, я очень сильно хорошо. Я просто уедя с ней массажер. А я у меня с ней. Я сказала. Вот. Глубоко мы не будем проверять, я имею в виду подвижное сочинение, если хочешь продиагностировать, ну вот это кифоз у тебя маленький, здесь кифоз, а это исправление Бывает от крестца, вот крестец у тебя поверен, ноги не коверяло, а одинаковая длина, у тебя немножко у тебя оно может быть одинаковое, вот немножко крестец поверен вот сюда, вот на эту ногу, возможно, да, возможно ты чаще сидишь на лжито ягодице, а тут ногу левую на правую ладошку, бывает такое? Я не знаю, но я точно чувствую, что у меня какой-то перекос, потому что я, например, вот так не могу соединить сзади руки, а вот так легко могу, я не понимаю, что у меня тут что-то не у всех, это все разминается, это вот могут быть зажимы в плечах, вот это у меня кто-то получается я думаю, что у меня ключи сегодня у меня больно относились, да? я думала, что жало сейчас ты рома стоишь это просто уже поставить сейчас было бы два минута шире ничего, она же не живет давай поднимем руки вверх и поднимемся на самую дверь не надо, не надо, не надо, проступи у меня вверх мы можем вот так сделать о, это моя любимая я дома так гоняю если не пойдешь, то надо расслабляем все и включаем небольшую такую вибрацию я боюсь я парни я не могу расслабиться сейчас полу не жди я специально выгибаю спину колесом Ну ладно, я это самый легкий человек, не возьмешься. Да я это. Рассляпилась. Получилось, да? Угу. Так. У вас все получилось? Да. Да, у меня шею выменили. Так, шею? Давай лежим на столе с тобой. Почему? Ты почистой? Нет, я не могу лежать. Просто потому, что можно по-разному. Да, ложись только не вверх головой, а так спускайся. Руки свешиваем, голову на бок. Вот, в принципе... О, привет. Все, давай. Это более грубая техника, чем то, что мы делали стоя. Но так мы можем, например, иногда с клиентами просто закончить массаж. Это я как раз на вид не буду более подобно расскажу, как мы это делаем. Расслабляйся. О, плянет. Просто не буду именно акцентировать внимание. Вот здесь больно будет, да? Ну, здесь больно. Угу. Старайся сразу расслабиться. После массажа мы человека к этому готовим, конечно. Я сейчас это все опускаю. Я все быстро демонстрирую. Да. Еще надо простучать ему в позвоночник, прежде чем мы начинаем это все делать. Ну, по сути, вот если мы сейчас расслабили его, да, и ты готова расслабляться, да? Готова? Да. Я прям все. Распрямляем лопатки. Это не то, что Ане надо было сделать. И с головой мы ни о чем не думаем. Сама ничего не делаем. Мне помогать не надо. Поступаем следующим образом. Так. Будем развернуться в голове. Ой, не в голове это. Слушайся. Просто чтоб в камеру было видно, как лежит голова. Вот так вот. По диагонали. Это более сложно. Получается не сразу. Расслабляем плечо. Расслабляем шейные мышцы. И делаем вот так вот. Со страшной рожей. Живая? Угу. Вот. Я там в бане работаю. У нас там вот это. Простыми мы накрываем всех. И если человек вместо этого, мы просто накрываем просто не полностью. Человек принимаем. Ничем не добавляем. Вниз. У нас внизу. Внизу этот. Топка находится. На топке. В бане. Вы вас мусор. С живыми людьми. Ну а сейчас видите, все нормально. Прошло. Без эксцессов. Я шучу. Конечно. Запугиваю. Потому что еще страшно надо взять. Так. И потом еще. И вот так. Вставай на локти теперь. На локти. На локти. То, что мы делали вот стоя. Поворачивали голову по спирали. Так шевелится там? Да. Легче, да? Ну а будешь? Давай еще раз. Извините. Нучка королева. Ха-ха-ха. По спирали голову, да? Вращали. Вот можем. Так же, уперевшись в это плечо. Погнуть ее туда. Если это, ну просто растяжение, да? Вот этого достаточно. Потом в обратную сторону. Нет, сама не пути головы. Она висит, висит, висит. Головушка висит. Шейка расслаблена. Если мы правим человеку лордоз или сколиоз. Тут можно перейти пальцами в определенные позвонки. И соответственно пройтись вот так вот. Поворачивая их в ту сторону, какого нам надо. А это бывает ротация позвонка либо влево, либо вправо. То есть можно таким способом его подправить. Ну, даже вот не обязательно опираться в данном случае. Если у человека кифоз, можно так еще управлять. Еще бы знать, что это управляло. Да? Ну, потом расскажи на тренинге. Об этом как раз на тренинге. О всех знаниях. Так, с тобой хватит упражняться? Тогда вставай. Сейчас мы с тобой еще энергетическую технику сделаем. Можем делать лежа, можем стоя. Ага. Давай. Давай с тобой. Давай с тобой. Давай с тобой. Давай с тобой. Татьяна, да? Да. Здесь самое главное расслабиться. Руки у меня хорошо заряжены энергетикой. Открываю каналы связи с космосом. Ну, практически как медиум могу выступать. Сейчас вот я к себе подключусь. Ага. Где находятся чакры, знаете, в принципе, все. В некоторых школах просто еще по-разному их там позиции показывают. Где-то 5 чакры даже расходят. Где-то 3, где-то 7. А факты много. 213, да? 213, да? Да. Они просто еще находятся вне тела. Во-первых, есть седьмая, восьмая. Вот тут включительство. Да. Как? В ладре или нет. Ну да, вот это в русской теории, в русской школе. А вообще они есть в каждом сочинении. Здесь, здесь, даже на пальчике, соответственно, в коленках. И вне тела они еще существуют в какой-то проекции в нашей ауре. Мы практически с помощью вот этих энергетических узлов связаны со всеми нашими аурами, которые расширяют и расширяют наши возможности. Нет, цвета-то там, понятно, тоже есть. Так, ну а сейчас мы будем прорабатывать наш основной столб из семи чата я всегда подключился сейчас. Подключился, я опять подключаюсь. Вот. Человек остается полностью в сознании. Она не в трансе ни в каком. И начинает устраивать. Гармонично тогда энергия течет, когда она не имеет никаких препятствий, не уходит никогда от Бога. Почему я сказал по этой седьмой и восьмой чата? Чаще всего через них, но нормально когда вот для здорового человека, они от самой нижней чакры идут до верха и соединяются с космосом, с космическими энергетиками. у кого-то неправильно, у кого не выходит в бок. То есть шестая, седьмая и пятая практически не работают. Вот, у тебя уже нагрелись к седьмая чата сразу работала. И стараюсь, ты чувствуешь? Угу. Вот. Специально не стараюсь ничего там чувствовать, просто регистрирую их. Ну, как бы оценки не давай. Для кого-то это тепло, для кого-то холод, у кого-то какие-то там расстрелы энергетические, и током как бы расстрелы, у кого-то там молнии. Каждый это все ощущает по-своему. Я помню. Везде? Нет. Сейчас у тебя вы смеете, зажгла сердечная чакра. Да. Существует. Да. Вот. Ну, таким образом можно накачивать чакры, а чакры связаны на протестанциях деятельности. То есть, у них не связаны на протестанциях деятельности. То есть, материальные материалы, да? Ну, например, на протестанции, кружки, кружки, которые разные. Вот. Какая-то... Третья-четвертая таза, вы помните, что? Ну, можно так сказать. Хотя, на самом деле... Какая-то дела? Или нет? Ну, дела какие? Понимаешь? Физические дела, которые мы делаем, ну, там, например, как массажист, да? Мы все, ребят, второй чакр, или как повар. У нас, поэтому все столы примерно отмурлены находятся. То есть, мы эту лимфистику вот так проходим, себя раскручиваем. А если, ну, в плане, как бы, семьи, это вот эта четвертая, да, чакра, она отвечает за материнство, за любовь. Посмотрите, сейчас она разогрелась хорошо. Чувствуешь? А вот эта пятая, про которую ты говоришь, она больше связана с профессиями такими, которые артисты или сценические какой-то речи или ораторы, писатели, кстати, тоже. Ты не будешь вот это. Ну, шестая понятная, основительная, естественные слезы, там, третий класс и так далее. А седьмая, это вот, непосредственно, то, что мы получаем от космоса. Дело в том, что нам от природы дана бесконечная энергия, которая из чакры Младхара, с помощью энергии Кундалини поднимается вверх. И вот сейчас она уже поднимается. Вот головой чувствуешь? Угу. Потихонечку, ну, вот уже зажиглисты со спины, потому что все они горят. Почему? Не больше чего-то вести. Вот. Ну, вот. Да. Может быть, она вам передана? Нет, ты же не держал энергетику, а в твоей своем? В твоем я тоже подключаю. Не, не вампирный. Тут можно фунт и... Я знаю, что я не могу. Я чувствую это уже. наполняем их наполняем и открываем канал сейчас открыты все каналы они в данном случае вертикальные они бьют вверх энергетикой у нас такой фонтан блющий вверх огромный мощная струя в которой мы упалишься и вот эти струи они даже могут омолаживать наше тело убирая даже мимические морщины на лице можно по всякому использовать можно ее остановить в той чакле но при этом фонтане при этом огромном потоке которые сейчас идут вверх есть еще один поток который спускается вниз через нашу макушку но это на самом деле не в землю он там тоже сквозь землю проходит соединяется с космосом с той стороны и получаем манерку тоже через пальцы ног вверх но сейчас мы ноги просто не задействуем стараемся вот с этими здесь работать чувствуешь? вот сейчас я уже могу дальше проводить ее и уже чувствовать ее энергетику вот на вот здесь в каком-то состоянии смотрит рецепт да уже сантиметр 50-70 фонтан можно еще выше поднять вот тут начинает слабеть сейчас у нее невидимый огонь подыхает я его чувствую руками ощущаю этим пальчиком вот эти органы наши другие чувства и глаза и уши практически бесполезны давай попробуем сейчас подышать ладони к сердцу подпишись между ладонями такой энергетический сгуст световой и ты не держишь он соединяется к товарищу сенчакры ты его растягиваешь и управляешь своими ладонями вот мы сейчас влияние этих чак увеличиваем многомерно представьте, что они уже доходят для размеров метра диаметром примерно много всегда скажем, дышим дыханием еще больше они уже размером с комната как называется чаклевое дыхание в принципе бесконферный массаж тоже такой может быть у меня был один случай что-то позже расскажу когда я придумал, что деньги мне уже с воздуха делали это же не касается человека там один швед просто приехал по-русски вообще ничего не понимает просил, говорит, массаж легче, легче делал, еще легче делал, делал, пока в мои руки не ушли воздух я подумал, блин, ну наконец-то человек попался на энергетический массаж потому что обычно уже заказывают как ну вот работа мужчины, вот массажиста и вот так и воспринимают, что чем более грустно, тем лучше сможет проймять мышцы поэтому все думают, что если он попотел, если он отработал, значит не зря заработал деньги а тут приходит человек, такой ложится не как обычно, головой сюда, становая наверх а он наоборот, на спину завалился, ручки ножки поджал такой и говорит, мне релакс массаж по-русски знал только два слова спасибо и помогите почти да и не надо и вот он говорит, давай, давай, легче, делай легче я уже перестал его касаться а все на животе, он говорит, только на животе делай я такой на животе делаю уже это вот еще легче я говорю, может посильнее? нет, легче еще, еще, еще я уже только волосик там касаюсь он такой да, 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 вот так вот так вот так я вторую руку начал, ну думаю на энергетический массаж пришел человек вторую руку провожу ему чакры, начинаю разрывать и раскрываю сверху он даже не лежит что-то почувствовал а, вторую руку убери вторую не надо над головой уводил как-то очень жгется, говорит прямо fire, fire, огонь такой не надо надо я впервые вы представляете делаю так массаж одной рукой за спиной другой вот так над животом не касаясь вот так обложу он такой да, 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 да и через каждые 10 минут он будет все, пауза, пауза давай, перезабудился пауза, пауза сильно, сильно слишком и так вот, представляете 45 минут через каждые 10 минут я восстанавливался он отдыхал после этого говорить Такое воздействие сильное. Вот, видимо, какая-то чувствительность есть у него. Тут меня осенирует. Я же могу деньги заплатить, кстати, нормально, как за обычный массаж. Говорит, у них в Европе такого нет. Но же у меня этим. Нет, он говорит, ты как Лукойл. Я думаю, при чем Лукойл-то вообще? Где эти заправки? Я подумал, что можно цена на этот европейский, у них там есть Оля Лукойл такой персонаж. Я переспросил, он говорит, нет, 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 ты как Газпром. Я такой, вот здесь, почему? Он говорит, блин, столько энергетики, как половина запаса склоны. А, ну да, они же думают, что у нас здесь у всех ручные везде, балалайки, шапка-шанка. Есть такое, да-да-да. Техколесные велосипеды и Газпром. Ты чувствуешь? Угу. Почему-то у меня, как-то, крупные мурачки такие. Как будто они, да-да. Я тебя не отпускаю, отпусти. У тебя есть некое торогнительное столо. У Саши здесь никого нету сейчас. Ты одна находишься сама с собой. Только первородную, первичную энергетику ты чувствуешь. Свою собственную, женскую, натуральную, исконную, без всяких условностей. Без замков, без предопределимой, предтечащих тебя до всего женского уровня человечества. Сфера твоя доходит в следующей части до размеров здания. До размеров этого райончика маленького, до размеров города Москвы. До размеров страны. До размеров материка. Ты чувствуешь? До размеров города, да. Ну ладно, не знаю, это давай. Комфортно, если я выбирай положение. Продолжение следует...